Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях не совсем обычный гость, он священнослужитель, пастырь церкви, добрый пастырь, как написано в Священном Писании, и еще он является программистом. Сегодня у нас такой интересный разговор с Белгородом. Я представляю вас, Владимир Рыба. Владимир, приветствую вас, дорогой. Приветствую, пастыр Альберт, приветствую всех, кто нас смотрит сегодня. Рад быть с вами на этой встрече. Владимир, я знаю, вы посмотрели наш эфир, вы комментировали немножечко последний эфир, где мы, так сказать, заставку поставили, что скоро придется пересмотреть Библию. И я долго думал, кто у нас этот человек, который способен переписать Библию, и я вдруг вспомнил, что это вы. Вы взялись и сделали, переписали полностью Библию, все 66 книг. Ну, я ее не переписывал, конечно же. Не 66, а 77, да, у нас еще есть апокрифы. Просто я сделал программу для работы с Библией. Можно сказать, что я ее переписал на язык программирования. Перевел. Понятно. Но, так, вы открыли все карты, интрига была здесь. Как переписать? На какой язык, Владимир? Когда это пришло? Когда ты выучил этот язык? Когда ты стал программистом? Ну, вообще, я программированием начал увлекаться еще когда в школе, в седьмом классе учился и первую программу написал. Это была программа, я как компьютер собирал кубик Рубика. Вот. И потом уже стал как бы всей моей жизнью, хотел вообще всю свою жизнь посвятить только вот, ну, не просто даже компьютерам, а раньше это называлось кибернетика, наука была такая. И хотел полностью себя посвятить этому делу. Ну, Господь распорядился по-другому, Он спас меня, и теперь приоритет моей жизни это служить Ему. Ну, а программирование-то, оно как бы осталось всегда со мной, я и много зарабатывал на хлеб, и сейчас продолжаю служить Господу этим, как бы, ну, даром, который Бог мне дал. Ну, конечно, институт закончил, да. Какой, если не секрет, и какая специальность у тебя? Ну, специальность инженер-программиста я закончил в Московский железнодорожный институт. Ну, сейчас он как-то, у него длинное название, университет путей сообщения там вот так. Понятно, но вот ты рос с этой мыслью, что ты станешь программистом. Да, да. Ну, мечты сбиваются, слушай. Твои программы известны, может быть, не всем, но многим. Я хочу немножко нашим зрителям подсказать, где вы можете найти, может быть, ты меня сориентируешь. Я посмотрел твои программы, я знаю, что очень многие священники пользуются твоей программой, библейской программой. Ты переписал Библию на, я не знаю, какой это, на электронный язык? Как он называется? Паскаль. Язык Паскаль называется. Да, и сейчас, и потом Свифт. Она на двух языках моя программа. Паскаль и Свифт. Но, когда выходишь по ссылочке на твой сайт, вот где ты предлагаешь эти программы, там несколько программ библейских стоит. Расскажи немножко об этих библейских программах. Ну, самая, наверное, первая программа, это, конечно, программа «Библейский стих». И вот именно она наиболее известна в христианском мире. Знаете, интересно, что обычно, когда я завожу какие-то новые знакомства, где-то езжу и общаюсь, то потом узнаю, что, оказывается, люди знают эту программу. Я даже, когда поехал в Китай, там, встретился с христианами, я удивился. Они сказали, у нас тут на компьютере стоит эта программа. Поэтому эта идея пришла, у меня попался календарь, это был такой баптистский календарь, где каждый день была такая коротенькая цитата из Библии. И мне нравилось каждый день, я подходил и смотрел, и читал какую-то цитату каждый день. И потом вдруг мне вот пришла идея, я думаю, слыши, а что, если вот эти цитаты поместить на рабочий стол компьютера? Когда ты сидишь за компьютером, Windows в основном, и где-то в правом верхнем углу, или где ты хочешь, высвечивается эта коротенькая цитата. Я взял этот календарь, и там где-то было около 300 цитат. Я их туда создал, этот список, и сделал такую программу, которая выводила эти библейские цитаты на компьютер. Но 300 уже оказалось мало, и тогда я взял и просто начал штудировать Библию, и просто внимательно изучал, и выискивал в Библии коротенькие цитаты, ну такие коротенькие, но такие яркие. И получился еще где-то, я набрал где-то 700 цитат, и в общей сложности получилось 1000 цитат. Потом я эти цитаты перевел, сделал английский вариант, французский, немецкий. Там сейчас китайский вариант мне помогли сделать на китайском языке. И может быть еще какой-то, я сейчас не помню, но на нескольких языках. И выложил в интернет. И поэтому за многие годы эту программу скачали тысячи, десятки, может даже сотни тысяч человек. У меня даже счетчика тогда не стояло. И я постоянно получал огромное количество писем, на разных языках с разных стран. Люди как бы благодарили за эту программу. Недавно вот где-то год или два назад меня пригласили тут в студенческую церковь. У нас есть студенты, учатся из Африки. И просто пригласили меня там послужить словом. И когда я проповедовал, после служения подошел ко мне один брат из Африка, по-моему, из Буруги, по-моему, был. И он сказал, я хочу вас поблагодарить за вашу программу. Я когда был в Африке, я ей пользовался. Ну вот такая история, вот эта программа «Библейский стих». Ну я знаю, что многие ее знают. Сейчас она не так популярна по простой причине. Потому что сейчас настало время гаджетов этих, айфоны, смартфоны. Но все христиане, которые пользовались еще виндовсами, компьютерами, ноутбуками, они тогда хорошо ее знали. Ну, в общем-то и сейчас многие пользуются. А следующая программа, это тоже называется «Тест Вагнера Хаутса». Была такая книжка, есть такой доктор Вагнер, и он, да, ну вот, и в это была книжка, посвященная духовным дарам. И там был опросик такой. И мне пришла идея просто взять эти тесты и сделать такую программу, которая позволяет тестировать человека, задает ему вопросы, и потом рисует график и показывает, какие у человека дары ярко выражены, какие менее выражены. И многие пасторы, мне даже два или три человека говорили, что они всю церковь прогоняли через эту программу, чтобы понять, кто у них, какими обладает дарами. Ну и третья программа, которая также популярна, это «Unbound Bible», переводится «Библия без переплета». В основном, больше всего ее любят пасторы, именно те пасторы, которые готовятся к проповеди на компьютере. Потому что сейчас некоторые уже даже готовятся к проповеди, используя там планшет или телефон. Но и также именно маки, маки, да, потому что на маках, как бы, с этими программами всегда почему-то были проблемы. И моя программа, она работает на трех системах. Для Windows, для Mac и для Linux. И поэтому я знаю, что у меня есть много друзей. Ты немножко предвосхитил мой вопрос, как раз то, что касается Mac. Но продолжай, я задам свой вопрос. Ну да, то есть сейчас у меня такая идея, чтобы сделать программу, которая будет работать на всех системах. И сейчас она у меня, я как бы вот достиг три цели, как бы я уже много лет этим занимаюсь, ну вот так, занимаюсь понемногу, когда есть какое-то свободное время, посидел, поковырялся. И вот так спустя годы что-то потом рождается. И вот сейчас она у меня работает для Windows, для Mac и для Linux. И, конечно, в планах есть, чтобы сделать эту программу также для iPhone и Android. Несколько лет назад мы с тобой были на одной международной конференции в Грузии. И я наблюдал за тобой. Я видел, сколько много пастырей, священников подходили к тебе и просили как раз для телефонов, чтобы ты переписал свою программу, не только для Apple-овских компьютеров. Но для меня это было очень интересно. Я видел, сколько много человек просили для iPad'ов, для iPhone'ов, чтобы ты сделал программу. Но скажи, вот сегодня нас смотрят очень много людей. Когда, когда все-таки этот хороший, добрый продукт появится в наших телефонах, в наших планшетах? iPhone'ов. Ну, да, iPhone'ы, да. Ну, где-то я сейчас портирую свою программу на iPhone'ы. И где-то процентов, я думаю, 70% работы уже выполнено. Вот. Поэтому сейчас цель iPhone'ы. Для того, чтобы iPhone'ы и планшет, конечно, да, Apple'овский использовать. Но и потом уже, когда iPhone'ы, я буду заниматься Android'ом. Ну, на самом деле, под Android'ом есть хорошая программа. Многие пользуются. MyBible называется. Вот. Да, и под iPhone'ы есть тоже хорошие программы. Но здесь, я думаю, почему меня люди просят сделать, чтобы я портировал свою программу? Потому что это как будет, ну, единая экосистема. Например, ты работаешь на MacBook'е, и ты составляешь конспект, проповеди, и у тебя будет автоматически синхронизироваться с твоей программой на телефоне. Поэтому, ну, да, и задумки такие. И, кстати, я скажу, вот мне, да, мне многие спрашивают, но есть простой способ, как можно ускорить, ускорить. На самом деле, я говорю просто, если у кого-то есть желание, вы можете поддерживать финансово. То есть, если будет какая-то финансовая поддержка, потому что я трачу много времени и также своих денег для того, чтобы оплатить хостинг, для того, чтобы программу я мог бесплатно распространять через Apple Store, я плачу там, ну, что-то, по-моему, стоили 200 долларов каждый год. И тем более, иногда я могу даже привлекать кого-то еще там, ну, людей, там, подготавливать тексты какие-то. Вот, поэтому, если бы была какая-то финансовая поддержка, то можно было бы быстро сделать. Но, иногда, кстати, иногда люди меня поддерживают именно на развитии этого проекта. Вот, ну, в общем-то, как бы потихонечку приходится своими силами, как бы это у меня как для души, для хобби, но я рад, что тем, чем я занимаюсь, прежде всего для себя, я делаю программу, чтобы мне было удобно готовиться к проповеди. Я рад, что кому-то еще это тоже пригодилось и кто-то еще пользуется. Владимир, судя по всему, вы должны быть богатым человеком. По крайней мере, все мы думаем, вот простые пользователи, что все программисты очень богатые люди. И тут так неожиданно поддержите и все остальное. Вы богатый человек? Ну, я, конечно, не богатый, но я и не бедный, да. То есть, Бог дает все обильное, как говорится, для пищи и наслаждения. На самом деле, это, конечно, стереотип. Есть только несколько человек, ну, известный там Билли Гейтс, например, там тот же, который был Стив Джобс, то есть люди, которые программисты или работники индустрии, они какой-то такой, нашли золотую жиру, скажем. Сейчас огромное количество и программистов, и всех специалистов, и поэтому сейчас уже нет такой связи, что если ты программист, значит ты миллионер. Но хотя у тебя есть шанс, если ты придумаешь что-то такое, что еще до тебя никто не придумал, то тогда, конечно, есть шанс стать просто миллионером или даже миллиардером. Понятно. Если есть какие-то идеи, давайте поделимся. Как я понял, ваша программа, она открытая программа, да, то есть любой может что-то привнести туда, вставить что-то. Да, у меня видение программы такое, это как Linux, есть такая операционная система, и, ну, кстати, Linux, может быть, сейчас мало кто знает, но все знают Android, да, Android, все слышали, все знают. Android – это система открытая, то есть любой человек может сделать свою собственную версию Android, да, любой человек может внести туда какие-то изменения и пользоваться. То есть она не спрятана, и в отличие от Windows, к примеру, да, или в отличие от Apple, вот, поэтому есть программы библейские, которые, они хорошие, но они закрыты. Если ты хочешь, например, что-то посмотреть, как там устроено, или хочешь сделать свое что-то, ты туда не попадешь, это закрыто и защищено авторскими правами, вот, но идея моей программы, она полностью открыта. Любой человек может эту программу посмотреть, самый текст, из чего она состоит, кто хочет, может даже принять личное участие, если, ну, например, ты программист, ты можешь какой-то модуль разработать, можно сделать собственную версию своей программы, да, то есть, и, ну, как бы, она полностью открыта и полностью бесплатна. Я это сделал для того, чтобы, ну, вообще таких проектов еще нет, я пока не знаю такого проекта, который бы был кросспортформен, чтобы эта программа, библейская программа, которая будет работать на всех системах, и в том числе она была открыта. Поэтому, ну, такой интересный проект, кто-то всегда может подключаться и полностью бесплатен, соответственно. Хорошо. Но нет страха, что кто-то все-таки допишет еще хоть несколько книг к этой Библии. Да, к Библии. Вы знаете, понятно, что пастор Альберт, он шутит, конечно. Эта программа всего лишь, она читает модули. То есть, ну, я хочу сказать, кто немножко в курсе, предыстория, что раньше была очень такая хорошая программа библейская, которая называется, она цитата из Библии, ее написал брат верующий Тимофей, Тимофей Хаб. Вот. И к этой программе было накоплено большое количество модулей. Это и комментарии библейские, и книги, и апокрифы, все подряд. Вот. Но она в свое время, как бы, очень хорошо помогала, да. Но потом со временем, как бы, там была такая проблема, что в этой программе нельзя было наладить сравнение разных, когда ты сравнишь разные переводы. Ну, это я не буду вдаваться в технические детали, но сейчас, и как бы потом вот эта программа MyBible, которая программа под Android, она фактически, эта программа, она, ну, эти ребята, которые сейчас есть занимаются, они аккумулировали вот эту базу данных всех вот этих текстов, текстов, да, которые были созданы на базе программы цитата из Библии. И они аккумулировали вот эту базу данных, создав более современный формат. Вот. Моя программа, в свою очередь, она использует тексты и модули различных форматов, значит, в том числе вот этот MyBible. Потом есть западный формат, который называется MySword, есть Word, ну, это на Западе известный, вот. Ну, и собственный формат. То есть, поэтому, подводя итог, что программа, это просто читалка. Читалка, которая, ты загружаешь модули, которые кто-то создает, поэтому я не исключаю, что кто-то может создать 78-ю какую-нибудь книгу Библии, да. То есть, но это уже будет на его совести. Моя программа всего лишь просто читает те модули, которые ты подключаешь к ней. Понятно. Спасибо. Будем надеяться, что никто не воспользуется, так сказать, свободным входом в эту программу и 78-ю книгу не напишет, да? Будем надеяться. Ну, апокрифов всяких полно юридических. Есть файлы, которые люди изучают и подключают. Ну, если просто с целью изучения, например, ты человек подключил и смотрит, то, в принципе, да, лишь бы не пропагандировать какие-то ересь. Хорошо. Нашим зрителям я напоминаю, что у нас сегодня на связи программист, пастор церкви, добрый священник, человек, который переписал Библию на язык Паскаль. Правильно я понимаю? Программы Библии на язык Паскаль и на связи. Ну, вся Библия с комментариями, с разными вещами. И найти все это мы можем по адресу Владимир Рыбан. И там высветится сразу, да, ваш сайт. И можно найти все эти программы, о которых вы нам сейчас рассказываете. Владимир, много читаете? Чего? Книг? Книг, да. Кроме Библии и кроме программных. Я вот помню, когда компьютеры ворвались в нашу жизнь, это было, наверное, начало 90-х. Первое, что я взял, когда мы купили в церкви компьютер, я купил книгу Windows для чайников. Прочитал от корки для корки сам. И под роспись всем сотрудникам и всем членам церкви, которым что-то надо было напечатать, распечатать для служения, я сказал, пока не прочитайте Windows для чайников, никто не может подходить к компьютеру. Все перечитали. Что вы читаете сегодня? Ну, у меня как бы есть такое правило. Во-первых, я хочу сказать, что я верю, что читать очень важно. И все верующим, я говорю, ребята, особенно если служители апостера, читайте книги. Как кто-то сказал, что тот, кто читает, он будет править теми, кто смотрит телевизор. Поэтому чтение очень развивает. Поэтому я для себя решил, что я читаю книги, я как бы регулярно, у меня есть закладки в нескольких книгах. Значит, во-первых, конечно, на первом месте это Библия. Я принял решение, я каждый день должен читать Библию. Следующее. Кроме Библии важно читать книги, которые написаны Божьими помазанными служителями, проповедниками, учителями Библии. Ну, потому что написано, что Бог поставил в церкви учителей. Есть ребята, которые говорят, мне только одной Библии хватает. Но если тебе одной Библии хватает, тогда зачем Бог еще учителей поставил, если Библия только нас учит? Помазаня, да? Поэтому я стараюсь читать книги, ну, даже вот сейчас перечитываю, там, старые, которые я читал еще, когда к сам Иисусу пришел, там, например, того же Кеннета Хейгена люблю почитать, там, того же Дерека Принца. Ну, и вот те книги, которые просто такие легкие проповеди, учения, которые тебя вдохновляют. Итак, первое – Библия, второе – это христианская литература. Третье, конечно, я верю, что мы должны, христиане, можно на этом остановиться, но я считаю, что лучше читать, у меня такой принцип, читать что-то еще, что не христианское. То есть я читаю, например, книги по истории, я люблю, вот сейчас я прочитываю все тома уже прочитал, вышедшие, это Борис Акунин «История российского государства». Мне очень понравилось. То есть по истории, по философии, по богословию, то есть, ну, все, что угодно, что может расширить мой кругозор. Хорошо. По специализации. И четвертое, да, и четвертое – это книги по специализации, то есть по программированию. Я всегда стараюсь читать литературу по программированию. И, кстати, вот эту программу, которую я написал для маков, проблема в том, что почему многие годы я постоянно, я еще захожу в соцсети, я вижу, пишу, где программа для мака, почему нет программы для мака. Вот. И я сидел, сидел, думаю, кто-то же должен взять и сделать эту программу. Я пошел, купил себе Mac, Mac Mini у меня, и начал писать эту программу. Вот. И, конечно, я встретился с тем, что литературы практически нет. И где-то по крупицам, в интернете там, на английском языке в основном, на русском вообще практически тогда ничего не было. И вот, то есть, ну как бы, ты читаешь, ты узнаешь, ты обретаешь навык. Поэтому, ну я всем рекомендую вот эти четыре, четыре типа книг каждому верующему читать. И мы просто тогда, ну просто лучше исполним волю Божией в своей жизни. Год назад мы как-то с вами гуляли, помните, в Подмосковье у нас была встреча, и мы общались. И мы вспомнили одну книгу одного автора, это Ульф Экман написал одну из последних своих книг, называлась, я не помню, как она называлась, «Духовные корни». «Духовные корни». Что меня тогда поразило, я помню, как это рекламировалось, как это постоянно говорилось, купи себе, купи жене, купи всем эту книгу. Я видел, за этим стоит бизнес. Но для вас книга была книгой. Мы разговаривали тогда, и вы прочитали ее, и начали комментировать главу за главой. И вы первый, или скажем так, один из первых увидели, что всеми уважаемый и дорогой пастырь Ульф Экман постепенно, постепенно уходит. И через эту книгу пытался увести целое направление в католицизм. Правильно? Что правильно? Пытался ли Ульф Экман увести? Я так не думаю, мне кажется. Пытался он или не пытался. Но, можно, да, я уже скажу, как дело получилось-то? У меня просто есть такая привычка, вы знаете, ну, те, кто на меня подписан в Facebook, знают об этом давно. Такое правило. Когда я читаю какую-то книгу, и нахожу там интересные цитаты, я их публикую у себя в соцсетях. И я делал это много раз. Я перечитывал, помню, Мартина Лютера. Ну, кстати, вот интересно, да, что многие протестанты, ну, многие, кто называет себя протестантами, более так. Они говорят, о, Мартина Лютера. Так, современного дня. Ага, я перебил, извиняюсь. Да, да, правильно. Ну, это дополнительно, да. Спросить многих же пасторов, ребята, кто из вас читал самого Мартина Лютера? Хоть одну книгу, да, и мало кто читал. Вот. Я подумал, что, ну, все-таки мы признаем заслуги реформации. Я читал Мартина Лютера и цитировал, вот, и многих, и раз в Роттердамске. Ну, вообще, что я не читаю, обычно я интересные цитаты, я их публикую своим друзьям. И поэтому, когда мне попалась в руки эта книга, и, соответственно, я делал то, что я делал всегда. Я находил цитаты, и действительно, там много интересных цитат. Особенно первая часть мне очень понравилась, вот, первая часть, которая посвящена была личным отношениям с Богом. И там было много замечательных цитат, и многие люди читали эти цитаты, лайкали, и было все классно. А потом, когда я продолжил читать, вдруг мне стали попадаться цитаты, которые были, ну, как-то не вписывались вообще, вот, ну, там, по поводу Девы Марии. И, ну, у меня что, у меня был выбор, либо я просто прекращу это делать, либо я просто продолжу делать то, что я делал. Я интересные цитаты публикую у себя в сети. В общем, ну, я решил, что я буду продолжать, и я продолжал публиковать интересные цитаты, там, касательно и Девы Марии, там, и многих других вещей. Вот, и, конечно, это вызвало такую, почему-то в интернете прям хайп создало. Вот, я понял, в чем причина-то была. На самом деле, эту книгу никто до меня, видимо, не читал, потому что она написана очень таким, она написана очень таким сухим, богословским языком. И вот нашелся такой вот червь книжный, да, как я, который вот просто вот сидел, вот, читал и находил интересные вещи. Да, вот, ну, и получилось то, что на тот-то момент Ульф Экман, он был еще протестантом официально, а в книге, как бы, некоторые тезисы, это были католические тезисы. Вот, ну, прошло некоторое время, буквально, вот, наверное, год после того, как я прочитал, Ульф Экман уже официально заявил о том, что он католик. Ну, я хочу сказать, что я Ульф Экмана очень уважаю, как бы, и я считаю, что это один из величайших, просто, служителей 20 века. Вот, но то, что вот он перешел в католичество, это, это, можно много об этом говорить, но мы мало знаем о том, о внутренних, как бы, его переживаниях. Я думаю, это действительно большая ответственность, которая на нем была, это все было, это все было непросто, конечно. Вот, но, тем не менее, он же не просто католик, он харизмат, католик-харизмат, да, то есть, как бы. Но я достоверно знаю, что вы немножко пострадали из-за своей деятельности, вот, из-за своих таких, из-за того, что вы читали его книгу, а многие не читали. И сразу смотрели в этом чуть ли не нападки на Ульфа Экмана, что вы говорите, ребят, посмотрите, куда движемся, куда все движение идет. И можно так сказать, что вы за Божью маму пострадали? Я прошу прощения, у меня еще раз последнее продолжение, связь пропала. Можно ли сегодня сказать, что вы пострадали за Божью Матерь? Ну, нет, наверное. Я думаю, знаете, я пострадал, конечно, пострадал, потому что почему-то целый ряд людей от меня отписалось в Фейсбуке. То есть потерял, потерял кучу подписчиков. Я так и не понял, что я плохого такого сделал, да. И, конечно, когда Ульф Экман, он вот эти тезисы озвучил, то многие просто не знали. Действительно, было у многих людей, было опасение, а не хочет ли Ульф Экман всех нас, всех туда, вот слова жизни и всех протестантов завести в католик. И поэтому, как бы, ну, было, конечно, вот это опасение у людей, но, слава Богу, что очень скоро, как бы, это прояснилось. И сейчас, мне до сих пор даже кто-то спрашивает. Я вот, я был в Упселе на конференции, и потом приехал, и мне там один пастор подходит и говорит, скажи там, а что там в Упселе там? Они там не католики там, они там свечи Марии не молятся. Я говорю, да все нормально, все, Ульф Экман ушел, слава Богу, благословил Господь церковь, она, как обычно, нормальная евангельская церковь. Вот, поэтому, я думаю, просто, знаете, насчет пострадал, просто люди не поняли, как бы, ну, кто-то, Владимир, там, рыба гонит на Ульф Экмана. Ну, это вообще абсурд полнейший, потому что я просто всего лишь опубликовал цитаты, как бы, ну, и в комментарии там внизу, там, когда была полемика, я сказал, что, ну, это католический взгляд. Все, вот, поэтому, как бы, слава Богу, что сейчас все произвелось. Все равно это был героический поступок тогда, что вы отказались преклонить колени перед Божьей Матерью и перед всем тем учением, в которое тогда уже все скатывалось с Владимиром. Пусть я шучу, но шучу из того, что есть. Хорошо, у меня следующий. Слава Богу, слава Богу, что я никто не просил преклонять колени перед Божьей Матерью, как бы, вот. А что, преклонил бы? Ну, нет, конечно. Почему? Это вопрос какой, риторический? Хорошо, я снимаю вопрос. Хорошо. Владимир, мы заговорили о книгах и о том, что, действительно, сегодняшний уровень не только верующих людей, но и подготовки священнослужителей, в том числе протестантских пастыров, очень низкий. И вы правы, многие не читали даже Мартина Лютера. Недавно поймал себя на мысли, вот, читая голландских реформаторов 1600-1700-х годов, одного пастыря из какой-то небольшого городишка, не то селения. Вот, вы понимаете, да, это 17 век там, 16 век там. Я, проповедь, но я даже церкви задал вопрос. Я говорю, вот я, если я приду и прочитаю вам эту проповедь, я уверен, что большинство из вас не поймете. А люди того времени понимали эту проповедь высоким теологическим языком. То есть они не просто вот эти сельские пастыри были настолько образованы. Что это такое? Протестанты глупеют, что ли? Если честно, в ваш взгляд. Мой взгляд, это просто у нас постсовок еще. Как бы мы же в советское время верующим людям вообще практически не было возможности получать образование. И христиане, кто были тогда, они же не допускались. То есть ты поступал в институт, и когда там был предмет научный атеизм, и если тебя экзаменатор спрашивал, ты веришь в Бога? Ты говоришь, да, все, едва. И христианам не давали возможность получать образование. И, соответственно, у нас родилось, знаете, ну не хотите, ну и не надо. И все это от дьявола, все это мирское. И вот это отношение к образованию, оно, которое выше от христиан еще постсоветских, негативное отношение к образованию, оно до сих пор еще в некоторых умах давлеет. На Западе такой картины нету. На Западе, как бы, ну, в основном даже взять Америку, Европу. Священники – это одни из самых образованных людей. Поэтому, слава Богу, сейчас меняется. И многие, я смотрю, что многие пастора, вот, служителя закончили институты, многие сейчас учатся. Я закончил, потом, после того, как я вот закончил программирование на программиста, я поступил в Санкт-Петербург, русская христианская гуманитарная академия. Просто, ну, замечательный институт. И там очень много, кстати, наших пасторов отучилось, и со слова жизни, и из других тоже союзов. Вот. И очень сильно расширило просто такую газору, и просто поменяло отношения. Так что, я думаю, что все меняется, слава Богу, вот, и дальше будет меняться. Это просто комплекс такой постсоветский остался у нас еще. Ну, вот, разговаривая с лютеранскими пасторями, или с методистами, или с пресвятырианами, очень много знаком с кем, вот, видно, что, знаете, парадокс, они умные, но церкви небольшие, и аудитория очень маленькая. Скажем так, писяческо-харизматическое движение, да, ну, скажем, не сильно умные, не сильно образованные пока, как вот вы сказали сейчас, но большие церкви, большое движение. Что это? Это вот попытка, ну, простых таких или упрощенных на уровне, я не знаю даже в каком проповеди, это создает вот эту вот иллюзию, и люди идут на это? Потому что не надо именно думать, тут все игровое, тут хочешь здоровым быть, на тебе, пожалуйста. Хочешь богатым быть, подставь лоб, руку возложи, ты будешь богатым. Что это? Как на ваш взгляд? Не, я думаю просто, я тоже замечал вот эту интересную вещь, да, то есть бывает вот даже некоторые ребята, бывшие наркоманы, у которых вообще, вообще нет никакого образования, там он 20 лет прокололся, пришел к Иисусу, освободился, и потом стал пастором, и он так проповедует, там, харизматично, и люди идут, и Бог через него тоже работает. Ну, знаете, мы видим, что апостол, когда мы видим Библию, мы видим два таких ярких примера, это Петр и Павел. Петр, это простой рыбак, который, он языки иностранные не знал, греческим не владел, у него был переводчик, мы знаем, Марк там, как бы, ну рыбак, как бы, и не был сильно образованным. А Павел, это был один из самых образованнейших людей своего времени. И мы видим, что Бог использовал и одного, и другого, да, тень Петра исцеляла больных, Павел тоже много чудес совершил. Вот, но, между прочим, все-таки через Павла больше посланий написано в Библии. Он легче владел греческим, наверное, Богу, может быть, и было его использовать для этого. Поэтому я верю, что здесь баланс нужен, потому что, вот, да, одна крайность, это когда вот человек, который просто низкий, не хочет повышать свой образовательный культурный уровень, и вот чисто только харизмой, личной харизмой, ну, и там, людей, как бы, вот, заводит. Другая крайность, это тоже, когда мы становимся вот слишком такими книжными червями, да, вот. И я, кстати, стараюсь у себя разделять. Я, когда проповедую просто в церкви, я стараюсь там, ну, проповедовать просто, да. А когда вот я начал, как-то у нас в церкви просто, ну, курс такой для желающих углубиться, и мы организовали курс, назвали ее «Христианская апологетика». И я так старался людям вкратце рассказывать, там, и по греческую философию, там, и про психологию, там, и про историю церкви. И мне даже некоторые подошли и сказали, мы даже не знали, что ты таким языком можешь говорить, как бы, ну, таким сухим, как бы, научным. Вот. И я вижу, что вот здесь важно найти золотую середину, что все-таки для людей мы должны быть попроще. И в то же самое время не слишком такими простыми, что совсем уже не хотим даже расширять кругозор. Понятно. Надеюсь, как бы ответил на мой след. Понятно. Спасибо нашим зрителям. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас программист, священник, пастырь Владимир Рыбант из города Белгорода. И мы продолжаем. У меня есть еще ряд вопросов. Вы сказали о работе, о служении. Я знаю, что очень много времени вы посвящаете сегодня миссионерскому труду, миссионерской работе. В Китае, во Вьетнаме. Расскажите немножко. Ну, не так уж много времени, как хотелось бы. Конечно, основная моя задача, это я пастырь по местной церкви. Ну, на сегодняшний день. Но в сердце, как бы, есть, во-первых, призвание, чтобы где-то двигаться дальше, за пределами своего региона. И, во-вторых, как бы, ну, в Библии написано так же заповедь. Идите, проповедуйте, да, и как бы... Но что делать, когда у тебя финансов на самом деле много нету, и времени тоже много нет, что делать? И есть хороший ответ в Библии. Все, что может рука твоим, по силам, по силам делать. И поэтому мне пришла такая идея, что, ну, я могу хотя бы там в течение года один раз сделать какую-то миссионерскую поездку. Насобирать денег, вот, выбрать время. И я, в общем-то, вот, последние годы так стараюсь сделать, где-то один раз в год выезжаю и где-то служу. Я был в Азии в основном, как бы, в Камбодже, в Мьянме. Во Вьетнаме несколько раз служил, как бы, ну, и так же другие страны. Просто стараюсь вот иногда выехать и просто посеять, как бы. Хотелось бы больше, но вот больше нет возможности, делаю пока что, есть возможность. Сейчас у нас у меня было запланировано тоже, там целый ряд таких хороших мероприятий. Такая была хорошая поездка запланирована, евангелизация, там, конференция. И из-за коронавируса пока все остановилось. Поэтому мы молимся и верим, что скоро опять откроется, и можно будет снова ехать опять на миссию и там проповедовать людям об Иисусе. Владимир, закон Яровой помог, получается? Здесь запретили, так весь мир теперь открылся для нас. Там-то закон Яровой не действует за границей Российской Федерации. Ну, честно говоря, я где связи особо не вижу, потому что я, как бы, хотел ехать туда еще до закона. Даже начал ездить на миссию еще до закона Яровой. Я ездил в Таджикистане, я был еще до закона Яровой. То есть это никак не связано. Но на самом деле, да, эти страны, они открыты для Евангелия. Там нет закона Яровой, но, вы знаете, иногда нам тоже кажется, что там можно делать все, что хочешь. Был такой случай, там приехали в Камбодже, там, в принципе, свобода. Но там вот приехали какие-то миссионеры, они пошли в деревню, начали трактаты раздавать людям. Тут же вызвали полицию и их забрали просто. Поэтому даже вот в таких странах, где нет закона Яровой, но там есть буддистская культура. И ты, когда приезжаешь, чисто провокационно начинаешь действовать, в лоб просто, да, то тебе и закон Яровой не нужен. Просто полицию арестуют и отправят, да. Поэтому... Законы с законами, но надо в любом случае исполнять, независимо, какие законы. Понятно, спасибо. Скажите, какие они, христиане Востока? Какие христиане? Ну, наверное, отличаются. Отличаются. Культура отличается, конечно. Культура отличается. И поэтому христиане тоже отличаются. Но на самом деле они очень нуждаются. Когда приезжаешь вот в эти страны, ну, я в основном езжу в последнее время, это Юго-Восточная Азия. Конечно, это примерно, если сравнивать, это как вот Россия, начало 90-х. Примерно, да. То есть люди открыты. То есть, как бы, да, есть свобода, можно что-то проводить, можно организовывать евангелизацию. Я в прошлый раз проповедовал в деревнях, даже в которых вообще ни разу Евангелие не проповедовалось. Это особенно здорово, да. То есть, одно дело, когда ты где-то едешь и проповедуешь уже, ну, я был в одной деревне, до меня там был миссионер, там был Андрей Сехин, миссионер такой, и я проповедовал в этой деревне второй раз, да. Но была деревня, где вообще еще никого не было. И это, конечно, вот оно захватывает, когда есть возможность проповедовать там. Поэтому они сейчас очень нуждаются. И знаете что? Вот еще важная такая мысль, что вспомните, когда мы в начале 90-х, когда к нам приезжали американцы и шведы, мы на них смотрели, ну, чуть ли не как они как не бог для нас были, да. То есть, как бы, человек как будто с другой планеты приехал, как бы, и мы просто каждому слову прислушивались, которое они говорили, да, вот. И, конечно, и Бог это тоже использовал, как говорится, вот. И вот примерно то же самое сейчас, когда ты приезжаешь, когда русский человек белый, да, белый. Потому что для них, в принципе, что американец, что швед, что русский, это, в принципе, как бы, они одинаково воспринимают. Человек белый. Приезжает к ним туда, в Мьянму там, или в Бирму, во Вьетнам, или в Камбодже особенно, они просто на тебя так смотрят, и просто вот, ну, очень открытые люди, очень открытые люди. И ты понимаешь, знаете, что обидно, понимаешь, что пройдет так же, возможно, может быть, 5, 10, 20 лет, и у них тоже изменится. И уже не будет такого, как у нас в начале 90-х было. И вот ты думаешь, вот сейчас они так открыты, столько возможностей. Почему так мало людей туда едет? Почему так мало денег тратится на то, чтобы сеять там Слово Божие? У меня вот просто вопросы такие, конечно, самого возникали после окончания поездки. Хорошо, спасибо. Однажды я смотрел фильм, я сейчас даже не помню какой, где белые, кажется, англичане, в Китае оказались где-то в глубинке, это 1800-е какие-то годы, по-моему. И там картина такая, женщина одетая, вот как раз такие всякие, одежды старинные, они идут, и мальчик китайский грязный, оборванный, бежит впереди, упадет перед ней и хохочет. И она спрашивает потом через переводчика, а что он смеется? И переводчик говорит, ну неудобно. Она говорит, нет, скажите. И переводчик говорит, он смотрит на вас и говорит, а глаза как у коровы, и смеется. Расскажите хоть какой-нибудь интересный, смешной случай, который с вами случился на миссии в Юго-Восточной Азии. Ой, сейчас. Сразу так вспомнить сложно. Конечно, там много всяких таких разных забавных случаев происходит, но что-то сейчас сразу не соображу я. Ну, у вас глаза не как у коровы, не очень-то большие, Владимир. Может быть, поэтому? Или уже видели белых до вас? Ну, где-то в разных регионах, где-то в каких-то регионах видят, каких-то не видят. Я однажды, знаешь, пошел помолиться, там мы были в одной деревне, и я вышел просто помолиться, перешел в дорогу. У нас был дом, это церковь местная, и через дорогу просто поле. Я вышел в поле и просто вот, ну, и встал, просто молюсь. И потом поворачиваюсь и смотрю, прям напротив меня стоит буйвол. Огромный буйвол с огромными рогами. И прям смотрит мне в глаза. Вот. А в деревне у них там полно этих буйволов, они на них пашут. И я, как бы, конечно, такой внутренний шок пережил, потому что не зная, что делать, он встал и смотрит на тебя, вот так вот просто, и ты не знаешь, сейчас он бросится на тебя, вот, или что он вообще там думает в своей голове, буйвол сказать. И я думал, или мне нужно убежать, короче, он тогда за мной погонится. Но я просто, я просто спокойно, как бы, говорю, ну, сам с ним разговаривать, и говорю, ну, что ты тут, как бы, вот, ну, стоишь. И тут он посмотрел, и как, дал дёрг, короче, оказывается, он сам меня испугался, потому что ни разу, видимо, белого человека не видел этот буйвол. И он как дал дёрг от меня, такой огромный буйвол. Владимир, может, надо было сказать, ну что, брат, помолимся, посмотреть на его реакцию. Хоть кто-то из, так сказать, местного населения пришел услышать ответ с неба. Хорошо. Хорошо, Владимир, спасибо большое. Наверное, я буду заканчивать наш эфир, ещё раз представлю вас, расскажу немного о вас сегодня в гостях, был Владимир Ивант, программист, священник, пастырь, миссионер, человек, который много читает, много трудится, много делает, и то, что очень интересно было, что вы стараетесь заработать и поехать на миссию, это сегодня, ну, большой пример, наверное, для многих христиан, вашей жизни, ваше служение должно стать примером. Благодарю всех наших зрителей, напоминаю, с вами был я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Благослови вас, Господь. Подписывайтесь, желаете поддержать наш канал по ссылкам ниже, поддержите. Благослови, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok